Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! На второй день после Рождества Церковь вспоминает родственников Спасителя Ежепоплоти, тех, кто был в родстве с Его Пречистой Матерью, Иосифа Обручника и прочих близких Поплоти Господу, включая и Давида Царя, потому что из рода Давидова была Пречистая Дева Мария. И вспоминаю эту замечательную семью, Богоматерь Деву Марию, Обручника Иосифа, который хранил ее девство и заботился о всей семье. Мы невольно задумываемся о важности того, что из себя представляет семья, о важности самого этого Богом установленного института. Действительно, семья формирует личность младенца и закладывает в сознание ребенка те истины, которые и те ценности, которые способны быть сохраненными этим младенцем на протяжении всей жизни. Потому что то, что ребенок воспринимает и включает в свое сознание в детские годы, младенческие и отроческие, с этим вообще человек обычно живет всю жизнь. Все это видоизменяется, люди взрослеют, получают образование, определенный жизненный опыт, но вот эта заложенная, как теперь говорят, матрица, она не исчезает. И потому огромное значение имеет воспитание детей с младенческого возраста. То, что закладывается в их сознание, в их память, то сопровождает их практически на протяжении всей жизни. Еще раз скажу, конечно, многое видоизменяется, и влияние окружающей среды, и, может быть, разного рода воспитания, образования, все это окончательно формирует личность, но основные ценностные установки закладываются в детстве. Вот почему особое значение Церковь придает воспитанию детей и молодежи. Я сегодня обращаюсь ко всем нашим православным семьям. Пожалуйста, заботьтесь о воспитании своих детей. Не отдавайте их души на растерзание темных сил, которые иногда господствуют в окружении, вокруг ребенка, когда он становится взрослым. Я не буду сейчас критиковать фильмы или какие-то передачи по телевидению, но все мы знаем, что не вся эта масс-медийная продукция работает на созидание человеческой души. К счастью, нужно сказать, в нашей стране многое ведь изменилось за последнее время, в том числе и работа средств массовой информации. За это нас критикуют наши противники, не заинтересованные в том, чтобы через действия средств массовой информации формировались здоровые и сильные люди, преданные Богу, Церкви, Отечеству своему. Но мы знаем, насколько это важно. И там, где, может быть, не хватает всех этих существенных элементов в образовательном процессе, все это должна возмещать семья. Но самое главное – это воспитание ребенка, младенца, отрока, тогда, когда он полностью открыт к восприятию того, что говорят родители. И если иногда из-за усталости, занятости и разных других жизненных обстоятельств родители как-то меньше уделяют внимания воспитанию ребенка, то это тот грех, который они на душу себе берут. Ведь ответят, в том числе пред Богом, из-за своих детей. Вот это нужно помнить. Недостатки в воспитании – это грех пред Богом. Особенно, если результатом этих ошибок в воспитании является безбожие, отрицание духовных ценностей, безнравственный образ жизни, то есть, когда человек попадает в орбиту влияния темных сил. Сегодня вот день, действительно, семьи, как его понимает Церковь Божия, Пречистая Богоматерь, Иосиф Обручник. Вот эта удивительная атмосфера ветхозаветного благочестия, в ней ведь и воспитывался младенец Иисус. Это ли не пример того, как нужно заботиться сегодня о воспитании детей с младенческого возраста? Некоторые говорят, ну вот трудно ребенку, будучи в дошкольном возрасте, в храм приходить, службы долгие. Но по опыту своему скажу, совсем не трудно. Может быть, трудно первоначально, а потом ребенок втягивается в это. Я не помню, в каком возрасте меня привели родители в храм, но я как-то стал сознавать себя очень рано, с трехлетнего возраста. И все это время у меня как бы ассоциируется самые яркие моменты жизни с посещением храма. Но еще раз хочу сказать, не могу приводить этот личный опыт в пример, потому что многое за это время изменилось. Но мне бы хотелось еще и еще раз подчеркнуть, как важное воцерковление ребенка не только посредством совершенного обряда в церкви, но и посредством посещения храмов, воспитания его в церковном духе, причащения его святых христовых тайн. И обращаюсь сегодня ко всем, кто меня слышит, а меня услышат и увидят многие, потому что все это передается сегодня по телевизионным каналам. Так вот, мое особое сегодня обращение к родителям. С самого раннего детства заботитесь о духовном воспитании ребенка. Вы приведете ему очень сильный иммунитет от зла, от всего того, что разрушает человеческую личность. Вот именно такое воспитание формирует человека, достойного того, чтобы называться христианином, гражданином страны нашей, защитником отечества нашего. И недаром на протяжении большей части нашей национальной истории именно так и воспитывались дети. И мы знаем, какие герои вырастали из этих детей, какие замечательные ученые, мыслители, философы, общественные и государственные деятели. И о многих царях ведь можно сказать, что это были выдающиеся государственные деятели, во многом способствующие укреплению Отечества нашего и становлению России как великой державы. Сегодня, вспоминая, пречистую Бога Матерь и обручника Иосифа, вспоминая эту благочестивую семью, будем просить Господа и Его пречистую Матерь, чтобы и наши семьи были способны воспитывать детей, которые понесут ту духовную эстафету, что принимает каждое последующее поколение от поколений предыдущих. И особенно в той части, которая касается передачи духовных ценностей, связанных с самым важным, что только есть в человеческой жизни, заботой о спасении и о вечной жизни с Богом. И да помогает всем нам, Господь, трудиться в том числе и над воспитанием подрастающего поколения, чтобы вырастали защитники Отечества, любящие Родину, конечно, преданные Церкви и всем сердцем, чувствующие Божье присутствие в своей жизни. Всех вас, мои дорогие, поздравляю с этим замечательным церковным праздником, имеющим такое большое значение для благополучия жизни всего нашего народа.